здравствуйте друзья добрый вечер чё-то день такой выдался сегодня напряженный самого утра так вот мозги прихватила закрутила завернула даже я вот с утра ехал видео не снял вот можете писать до работы доехал ни одного видео не наговорил и вот это ощущение неправильности позвала меня в дорогу уже домой я тут я сказал себя мы должны делать правильные вещи вот а если видео нет день как бы можно сказать прожить напрасно ну конечно другие дела тоже есть в общем да что у нас там припахалась то а завтра новая группа начинается и я с утра вот поеду это будет группа фуллтайм где у нас обычно приезжие ну много приезжих вот сейчас одна закончилась вот а другая новая начнется завтра посмотрим кто там и что вот а сегодня мне все мозги выкрутила переписка с англом сэмом который занимается школами типа ну вот как мы и они как чем те напишут мол типа обеспечьте нам вот к такому-то числу вот вот сказать неизвестно что вот боги туда найди неизвестно чего и принеси нам но я утрирую конечно они как раз наоборот они очень детально чего-то хотят но вот это самое сложное то что на тебе что-то такое более-менее понятное там или так а если такое детальное что ты начинаешь думать а что они имеют ввиду эти вот такая деталь на таком уровне детализации что собственно что это могло бы быть причем они ведь как пишут они говорят представить нам к такому-то числу вот это вот что мы вам пока они не объяснили толком но в общем мы намекнули а если нет то мы те вообще можем даже вот строго с тобой поступить хорошая так сказать сторона взаимоотношений с англом сэмом в нашем деле состоит в том что если им написать и позвонить и что-нибудь такое уточнить то они в целом не отказываются и и в общем-то довольно даже добродушны вот но порядок есть порядок и они что-то такое требуют хотя могут отсрочить могут перенести могут там войти в положение в том смысле что но вот допустим они говорят представить бумажку через месяц ты им говоришь но чтобы бумажку сделать надо обратиться там скажем в аудиторскую контору значит соответственно это меч там трех месяцев но никак они как ну ладно три месяца вам накинем то есть это это нормально вот то есть так с ними можно но в общем когда ты читаешь по первости я не тебя пугают а сам главное не поймешь чего вот думаешь чтобы это такое имелось в виду думаешь а разве это не то же самое что они в прошлый раз сказали а мы им уже дали даже два раза дали потому что первый раз они как-то не получили например в общем такая вот интересная история так что ближайшие пару дней буду вникать чего не от нас хотят потому что правда непонятно да в общем непонятно в том смысле что же в итоге они будут считать удовлетворительным так сказать потому что так вроде по здравому смыслу вроде вот так нормально но поскольку они не совсем здравым смыслом руководствуется какой-то буквой тут надо попытаться понять букву но дело в том что буква так пишется что она потом еще интерпретируется вот вот проблема буквы она интерпретируется и когда у тебя отношения с законом то для этого есть адвокаты суды и они интерпретируют а когда у тебя отношения с чиновником то вот он же интерпретирует как бы не не адвокатов не судов там никого нет и стоишь ты беззащитный и и вспоминаешь вот это вот как называется ты виноват уж тем что хочется мне кушать но я утрирую конечно все все не так страшно но просто время нужно все а время это то чего не очень хватает а иногда вроде полегче иногда вроде так посложней диалектика однако что еще у нас тут происходит вот сегодня с несколькими людьми так случилось в один день я разговаривал которые ищут работу за пределами того места где они находятся физически но допустим человек живет с акраментом и там с работой не бог весь там чего в тем более для начинающих но вот и он ищет по всей стране и рассказывает что ты понимаешь говорит он очень многие объявления там пишут local candidates он ли да то есть только местные что это значит что в скайпе они тебя интервьюировать не собираются прежде чем сказать приезжай да например в скайпе не интервью они могут тебя ну они хотят такого человека который должен там быть в состоянии в течение там не не знаю там дня-двух прийти физически на интервью ему не нужно релокейшен никакого там билет покупать там еще мебель перевозить и так далее они они не хотят вот этого уровня головной боли и действительно мы замечали что ребят которые пытаются допустим они в школе приехали там из нью-йорка из лос-анджелеса откуда-то куда они пытаются искать работу там откуда приехали издалека ну какой-то процесс идет а когда вот они на место приезжают смотри там две недели работают то есть быть локальным очень очень помогает некоторые вот спрашивают а если я хочу найти работу на h1b и правильнее приехать в страну и уже тут искать работодателя чем вот так вот там по переписке и так далее я даже не знаю что сказать потому что было время когда так было очень нормально поступить вот допустим в конце 90 когда середине 90-х когда не было вот этой лотереи на визы а виз было достаточно в течение всего года и вот ты допустим приехал в страну там не знаю но в любой момент в августе а квота есть не вычерпана квота и стал бы там начал рассылаться там не знаю тут поговорили там поговорили вот и сделали а квота есть не надо ждать апреля следующего года тот же бумажки отправили там две недели и там сколько там занимал самое самое длительное у меня как-то было там месяца два ушло из-за того что где-то что-то потеряли или там несколько раз пересылали куда-то не туда в общем так это было два месяца то есть вот такой был такой был период времени когда даже такие вопросы решались очень просто я помню в двухтысячном году у меня был класс в январе двухтысячного он начался и ну сколько он тогда шел там четыре месяца и вот к моменту окончания класса а мы их поощряли начинать работу искать раньше там за пару месяцев до конца класса такое время было динамично этом интернет бум все это так половина класса были люди которым была нужна рабочая виза ну из индивы снова вот так смотришь класс закончился они уже почти все работают ну в смысле уже офферы получили и так далее было такое время но когда визы были конечно было на порядок проще и эффективнее приехать интервью роваться на месте там и тут же получить конечно конечно то есть это важно быть локальным но если мы говорим про h1b то сегодня я думаю что никакого смысла нет приезжать живьем потому что нанимать человека в августе с тем чтобы там подать на него документы в апреле с тем чтобы он с октября-ноября следующего года пришел этого я не знаю кем надо быть то есть это все перестало работать вот с этими лотереями на рабочие визы ну такая такая интересная история так что мы вообще как бы ребятам которые приезжают из других штатов мы им говорим рассмотрите серьезный вопрос чтобы все-таки не пытаться здесь оставаться подучиться практику пройти и ехать куда-то откуда ну или откуда приехал или там какое-то другое место у нас многие любят в лос анджелес сан диего туда теплые края но пойти тусняк они тут за пару-тройку месяцев то но даже не четыре месяца вот они обрастают компании эти уже тусовка такая веселая и жизнь насыщенная и ну вот как такое бросить поэтому очень-очень многие я думаю что в этом фулл-тайм классе ну может быть процентов 70 не хотят никуда уезжать они приехали откуда-то уезжать не хотят начинают давить как бы на местный рынок своим присутствием вот а местный рынок как бы сказать это присутствие чувствует но не только их конечно все-таки очень много очень много это людей это жены программистов по рабочим визам вот из индии например да они же все девочки то образованные там не никто там не из колхоза вот поэтому они соответственно там по три четыре пять шесть семь лет не имели разрешения на работу ну или может быть уже даже имели с детками сидели ну так вот вышло вот и тоже хотят и карьеру какую-то и денежку получать нормальную и все такое вот очень многие идут с тестированием поэтому у нас сегодня рынок такой по сравнению с другими местами вот я смотрю пропорции да там резюме и работы так всюду лучше ну прям уж страшное дело да ну посмотрим что дальше будет вообще настолько неопределенности много в в экономическом развитии в первые со времен рейгана как бы администрация новая пытается провести такую комплексную перестройку налоговой системы то есть мне там кто-то говорил на кай как же это же не вот и тут было и там что-то было конечно было но комплексного не было комплексное комплексное перекраивание налоговой системы было вот последний раз при рейгане и сейчас хотят тоже вот такую штуку сделать и как бы должно бы это все было способствовать бизнесу но что например не способствует бизнесу это подвешенность и неуверенность вот это все против бизнеса действует и неудача республиканцев с отзывом обама кера вот такая можно сказать друзья для меня неожиданно было правда и я вообще считаю что они как бы имея президенты большинство в обеих палатах они имели право сделать предложить свою систему здравоохранения они имеют право это как бы не несомненно и вдруг они вот так вот взяли и имея полный набор карт на руках лучше не будет лучшего набора карт на руках уже не будет и вот они раз и обломилось все ну и возникает вопрос ну хорошо а налоговая реформа как будет есть три кита больших значит вот есть налоговая реформа это должно экономику так приободрить существенно это репатриация как бы доходов американских компаний из-за рубежа они держат деньги чтобы не ввозить в страну и не платить налоги за это дело поэтому вот там очень большие суммы вот это ну и плюс конечно инвестиции в инфраструктуру и я честно говоря не знаю даже проще ли например переделать налоговую систему чем например там имея большинство принять реформу здравоохранения но во всяком случае по оценкам предварительным оптимистично говорят что где-нибудь к августу этот проект реформы появится только некоторые говорят что вряд ли он появится к августу потому что там нужно слишком много сил согласовать может быть даже вот и вообще до конца года не успеют и фактически мы запросто можем угодить в ситуацию когда если даже реформа это пройдет то допустим где-нибудь через год от сегодняшнего дня поэтому очень трудно предсказать что будет с экономикой то есть куда она пойдет вот вот все это время ну хорошо мы надеемся но эта администрация она в состоянии или нет или она учится например или ну бывает люди ошибаются не вопрос но но они учатся или они так и будут дальше там знаете в общем очень очень много разговоров спекуляции значит учиться не учиться будет лучше не будет лучше будет хуже не будет и так далее и так далее и так далее вот а это на самом деле на нас как-то сказывается я считаю во всяком случае сказывается на активности рынка труда поэтому посмотрим понаблюдаем я могу вам пообещать что вы первыми будете знать что там происходит счастливо и а да да вот сейчас кстати